Выделить самые главные правила жизни и мысли, которые создали европейское мышление и идут откуда-то из глубокой античности, эпохи классического эллинизма, из эпохи главной богиней которой была мудрость. Почему? Потому что эллины, как мы, чувствовали себя в свою жизнь абсолютно детерминированной, зависящей от богов. Как сегодня мы чувствуем свою жизнь зависимой от наследственности или науки, или обстоятельств, правительств, золотого миллиарда и бесконечности всяких разных других вещей. Мы с вами сказали, что человек полностью владеет лишь настоящим. И вспомнили принцип «живи так, как будто завтра ты умрешь» – принцип момента моря. Сегодня мы поговорим о принципе разделения желаний. Наверное, одном из самых главных принципов бытия человеческого. В настоящее мы должны научиться различать то, что зависит от нас, и то, что не зависит от нас. И это самая основа искусства мыслей. Создатель философии гедонизма. И вовсе не гедонист Эпикур, живший в IV-III веке до н.э. считал, что четыре проблемы делают человека несчастным. Или четыре страха. Первый страх – это страх невозможности достижения счастья. Второй страх – это страх перед страданием. Третий страх – это страх перед богами. И четвертый, конечно же, перед смертью. Учетверенным лекарством должна была стать для этих четырех страхов философия Эпикура. Первое – если человек помнит о настоящем и вспоминает о радостях, которые ему дала жизнь, и радуется чувству собственного бытия, ему очень легко заполучить счастье. Оно внутри, а вовсе не снаружи. Страдания, которые являются единственным злом, перенести легко. Вдумайтесь. Поскольку, если страдание сильное, то оно непродолжительное. А когда страдание долговременное, то оно не сильное. И, наконец, не столько страдания докучают людям, сколько страх перед страданиями. То есть, ожидание страдания. Как раз то, что легко преодолевается, если человек учится жить радостью настоящего момента в своем бытии. И смерти, в общем-то, нет, утверждал Эпикур. И это необходимо вспомнить после наших упражнений в смерти. Так как смерть не касается нас нисколько. До тех пор, пока мы существуем, до тех пор, пока мы живы, смерти нет. А когда мы умерли, нас, в привычном понимании этого слова, нет. Поэтому нет смысла говорить о ней. Каким образом все это позволяет дифференцировать желания человеческие? Ну, разумеется, Эпикур делил их на необходимые. Отчасти необходимые и ненужные. Голос плоти не голодать, не жаждать, не зябнуть. У кого есть это, и кто надеется иметь это в будущем, тот даже с Зевсом может поспорить в счастье. Смотрите, настоящий момент. Отсюда присуще Эпикуру чувство благодарности. Почти неожиданно освещающее все то, что можно назвать пьетитом по отношению к настоящему и вещам, которые мы имеем. Собственно, вот Эпикуровское правило разделения. Пусть будут возданы милости блаженной природе, устроившей так, что необходимые вещи мы получаем легко. А вещи, которые каждому из нас трудно достичь, не являются необходимыми. Вот, если хотите, бритва Эпикура. То, что нам трудно достичь, не является для нас необходимым. Мы с вами путаем свои собственные желания с тем, что трудно достижимо. А на самом деле счастье наше всегда тут и всегда заключается в том, что мы имеем. Просто мы не ценим его, поскольку получили слишком легко. Нами ведет зависть. А не вовсе не чувство и желание достижения счастья. Оно уже здесь, с нами. А преодолеть страдания, а преодолеть наши страхи позволяют размышления. Именно размышления в настоящем времени над тетрафармаконом Эпикура. Субтитры создавал DimaTorzok